Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем проходить Ведьмака. В прошлой серии мы познакомились с дедушкой, который нас попросил. Но... Пардонище. Давайте сюда. Пьявка. Представилась. Давай, следующее. Есть. Ну вот, сука, вот это мне выпешивает то, что они ранят, даже когда умирают. Хорошо, что я под ласточкой. Ну вот, опять. Ну давай. Вроде все. Вроде спакух. Так, там труп какой-то лежит. Давайте-ка залутаем этих. Пьявок. Блин. Это же надо было придумать таких выродков. Так, там труп, тут труп. Ой-ой-ой. Сколько всего вкусного. Так. Ладно, давайте сначала сюда пойдем посмотрим. Что тут есть. О, золото и рыба. Это полезно. Так, тут труп. Что это за место такое? Големы? Что за големы? Похоже, эти великаны застыли на месте за одно мгновение. И уже достаточно давно так стоят. Понял. Все понял. Так, ну я не знаю. Давайте-ка лучше возьмем этот топор, что ли? А вот там сама башня. Пьявка. Ну-ка, давай сюда. Ой, там еще плавуны выскочили. Или кто там? Или утопцы. Мать их. Не, утопцы. Всего лишь легкие утопцы. Но все равно неприятно. Так, давайте пойдем к башне. Нет, вот сначала кинем сифирот, если он у меня есть, конечно. Нормально вошло. Больше нету таких? Да вроде нет. Есть у меня? О, так у меня нету его даже. Блин, это плохо. То есть, надо запомнить. Вот сюда нам придется вернуться. По-моему, эти сифироты нужно вставлять в камни, чтобы открыть башню. Я не уверен. Так, тут игольчатый мир, тут топцы, пиявки, всякое говно. Оно все равно брыскается. Я ничего не могу с этим сделать. Оно все равно, сука, брыскается. Так, кто это? Зигфриду. Это хорошо, Зигфрид мне заплатит. Уровень поднялся тоже не менее. Хорошая новость. Так, что тут есть? Я хочу уже поближе к этой башне. Что это за говно? Да что ж ты не подыхаешь, там, мразь. Да, вот эти вот топцы, они, конечно, не сильные. Это крайне слабые враги, но, блин. Бесят, бесит. Особенно без ласточки, когда отхила нету такого. То это вообще плохо. Так. Где я сейчас нахожусь такой? О! Это тихим ходом. Я попал уже почти к старику. Точнее, к дедушке домой. Это хорошо. Это полезный персонаж. Насколько я помню, у него есть какие-то книги. То есть, он нам сам в прошлый раз сказал, что у него они есть. Ого! Вот это я возьму, пожалуй. Никого? Довольно странно. Ну ладно. Дедушка! Ты тут? Ты дома? Хотелось бы застать тебя. А вот и ты. Меня сейчас тошнит. Но, как вы поняли, дедушка у нас людоед. Мясом ничто не сравнится. А, да. Это мой дом. А этот череп и мозг на столе. Человечие? Да. Мясо? Да. На тарелке и в чашке? Верно. Но прежде чем эмоционально реагировать, вы слушай мои оправдания. Давай, я слушаю. Не могут быть оправдания у каннибала. Ты бледен. Кушать хочешь? Про башню мага. Расскажи мне про башню мага. А почему тебя интересует это старое строение? Я хочу проникнуть внутрь. Чистолюбивая цель. Но чистолюбие ключ к успеху. Нравишься ты мне, сынок. У меня дома в сундуке лежит книга. Прочти ее и узнаешь то, что знаю я. Хорошо. Спасибо, дедушка. Интересно, получится у тебя или нет? Что? Гроза будет, сынок. Ты говоришь без смысла. Больше я ничего не знаю. Я стар, ничего не помню. Это было так давно. Ты помнишь времена, когда маг был жив? Ты силен, окружен светом славы. Ты знал победы и любовь. Основы твои крепки. У тебя есть принципы. Разум и душа не хуже, хоть ты и мутант. Давай-ка проверим твой разум и понимание. У тебя не все дома, дедушка. Согласен. Нет, не то. Ты сказал в сундуке. Что-то я не наблюдаю. Так, барбесты, клыки. Вот эту хрень надо выкинуть. О, это то, что нам нужно. Такс. Будем считать, что прочитали. Ты бле... Так. Почему ты ешь? Да мне насрать, в принципе. Ты не заслуживаешь жизни. А я как раз профессиональный убийца монстров. Вот так-так. Всегда можно убить меня. Но от меня больше проку, пока я жив. Я многое знаю. И изучил это болото вдоль и поперек. Я уверен, что я тебе еще пригожусь. Так я тебе и поверил. Ты сбежишь, как только я уйду. Я слишком стар, чтобы снова пускаться в бега. Я тебя не обману. Ты пришел на болото с важной целью. Тебе важнее ее достичь, чем убить старого людоеда. Да. Знай, я храню ответы на многие загадки. Ладно, живи пока. Ладно, живи. Пока, Мист. Твой выбор меня радует. В знак доброй воли я дарю тебе этот рецепт снадобья. Эта информация может тебе пригодиться. Я думаю, если бы я его убил, было бы то же самое. Рецепт. Хорошо. Чего у тебя тут можно забрать такого более-менее ценного? Венцо такое у меня есть. Такого венца нету. Пшинка. Не наблюдаю. Бутерброд с ветчиной, точнее, не наблюдаю. Бутерброд с ветчиной, точнее, не наблюдаю. Бутерброд с ветчиной, точнее, не наблюдаю. Ладно. Черт с тобой, живи, дедушка. Пока что. Так, ну мы достали одну книжку, в принципе. А тут у него че? Да вроде ничо. Печка какая-то импровизированная у него там. Так, а мне по-хорошему надо куда? Ну да, вот сюда вот где-то. В эту деревушку. Вот или в вырубку бы сходить. Короче, давайте сначала в деревушку, потому что там... Надо расспросить людей по поводу. Потому что мне нужно все-таки найти две книжки, а я нашел пока только одну. Такой крюк сделал, получается. А, я неправильно пошел, получается, или что? Или я пересекал болото как-то так? Ну, не суть, важно, в принципе. Вот, обелиск. Я уже один обелиск находил, который не могу задействовать. Давайте-ка попробуем с этим. С этим тоже я ничего, к сожалению, сделать не могу. Ну, значит, уже два. Мне не хватает два камня. Не сказать, чтобы это хорошая новость. Похоже на деревню кирпичник. Где моя кошка? Так. Кирпичник, кирпичник. Ну, ты единственная, кто с именем. Странник из дальних земель. Седой, но не старый. Непобедимый, но покрытый шрамами. Он утратил то, что ныне ищет. Как мне звать тебя, добрая женщина? Я Васка, старейшина этой деревни. Геральт, ведьмак, мое почтение. Чем занимаются жители деревни? Мы простой народ. Мы умеем только добывать глину и делать кирпичи. Кирпичники? Почему же никто не работает? Тяжелые времена пришли к нам. Ответь, странник, что делают ведьмаки? Мы решаем проблемы. Хочешь спросить о чем-нибудь, беловолосый? Да, хочу. На самом деле... Может, вы не работаете, потому что у вас мучают проблемы с чудовищами? Почему же никто не работает? У вас тут завелись чудовища? Воистину так. Существа, которые убивают работников, свили себе гнездо в глиняных ямах. Понятно. Как они выглядят? Как будто утонули, но потом восстали. Ясно. Похоже на утопцев. Я могу прикончить их. Мы бедный народ, беловолосый. Я не смогу дать тебе за это больше, чем 50 аренов. Этого достаточно. Этого достаточно. Куда мне идти? В сторону пристани. Но выбери другую дорогу на развилке. В конце ее ты найдешь глиняные ямы и наших мучителей. Я избавился от утопцев. Как вы помните, я провожал дедушку. Я избавился от утопцев. Ты проявил к нам милосердие. А я тебя обманула. У меня нет денег, чтобы заплатить тебе. Но я не хочу, чтобы ты ушел без вознаграждения. Возьми этот амулет. Это хесед. У меня некуда его положить. Сойдет. Будь благословен. Теперь мы сможем подготовиться к приходу владык. Что? Владык? Водные владыки имеют большую силу. Мы поклоняемся им. А взамен получаем милость тех, кто приходит из вечных глубин. Любопытно. Все, что приходит в голову, это рыболюди водяные. Как ты смеешь использовать язык богохульства, когда говоришь о водных владыках? Эти имена оскорбляют владык. Совсем насрать. Приходи позже, белого волосый. Я должен убить всех утопцев, прежде чем смогу вернуться к вазке. Это мы сделали. Задание выполнено. Магический камень Сиферот. Хесед. Хесед, да? Как у вас называется тут местный обелиск? Эхот. Бинна. Владбище големов. Хесед где-то там. Или здесь. Одно из двух. Так, по итогам. Что у меня за задание есть? Контракт на плавунов. Забрать. Винценту доказательства уничтожения. Ну, это мы потом занесем травы в лечебницу. Хорошо. Мне нужно зайти в таверну под кутлатой мишкой. Ну, это по поводу меча, наверное. Настало время для серьезного разговора с Винцентом. Да, можно. Я должен получить дополнительную информацию. Надо расспросить Калькштейна. Так, с могилой Таллером. Понятно. Вот такое. Секреты Берингара. Так, так, так. Я собрал информацию для Калькштейна. Это хорошо. Сам попробовать поискать Сидбейм. Ну, ладно. Че, пошли. Калькштейну, в принципе. А что там было по этих водяных... Мать его ёп. Я должен на лодке добраться до болот и избавиться от монстров, которые по ночам приходят на пристань. Костер есть. Уж че, костра нету? Вы че, охеревшие что ли? Вообще в край. Блин. Ладно. Придется прямо на самой пристани ночевать. А что сделаешь? Эти ж твари влазят только ночью. Баромщик. А ты кто? Ты кто такой? Ведьмак. Ведьмак? Ну-ну. А мне казалось, старый Лео Бонарт от вас избавился. Бонарт? Никогда о нём не слыхал. И вряд ли услышишь. Он в земле. Каждый, кто занимался нашей профессией, рано или поздно встречает более сильного противника. Какой это в вашей профессии? Я охотник за головами. Что привело тебя сюда? Бессмертный. По объявлению? Я пришёл по объявлению. По какому? Наконец-то. Достал шкуры. Я вернусь как... Я буду... Ясно. Прощай. Эм, понятно. Так, ну чё, давайте прокачаемся, раз у нас появилась такая возможность. Серебряных талантов по-прежнему нету. Ну да и ладно. Вместо силы два разведения это такая хера так. Действия алкоголя вот... Можно вкачать, но это лишнее, я думаю. Так, игни. Взывает воспламенение. Неплохая штука. Тут всё вкачано. То, что хотел, тут всё вкачано. Тут всё, тут всё. Ага, вот тут. Ладно, давайте сюда вкинем. А эти два ещё вигни. Неплохая штука. Вот ещё вот это бы прокачать. Но это потом. Так, ну что, давай к поздней ночи. Сейчас ласточка с меня спадёт, но похер. Утопец. ИНТРИГУЮЩИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ%. дистанционная атака мне понравилось ну чё вроде все вроде всех вынес не смотри еще высовывается а вот теперь все ничего вы раздерглись дырки где тут с вас лук собрать так паромщик перевези меня брат ведьмак зайди к лойзе главному лесорубу у него есть для тебя работа он живет на южном краю болота я так и сделаю что а лойза хорошо но перевези меня в любом случае время деньги ты определился да конечно за 5 аронов тем более готов плывем а плывем в город да блин отвратительная локация но я еще не все ию не всю ию облазим поэтому сейчас мы поговорим с колькштейном поговорим с винсентом поговорим с кем еще с реймондом наверное и с могилой если откроются какие-то новые подробности нашего дела но думаю с первым делом это будет колькштейн потом винсент капитан стражи а потом уже зайдем к реймонду на обратной дороге так до клана нету правильно чё чё ему делать то ночью здесь смотрю топцы шарится им норм продать бы еще оружие вот это что у меня сейчас есть ну да это потом такс 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 бедняк так ну чё давайте зайдем к реймонду я так подумал лучше чё реймонд скажешь как это быть но чем займемся дальше займемся дальше расследование это как рыба я бы тогда есть нет в этом нет смысла это я уже слышал просто давай-ка подождем почему я решил идти днем объясняю потому что капитана винсента нету где-то ночью его нельзя найти он где-то лазает шани уж они может им нечто то скажешь я не настроение приходи позже не в настроении капец капец теперь я буду еще под твое настроение подстраиваться вообще офигевшее ладно могу конечно а чтоб тебя это покажут 30 за это ни пищево ни пациента ведь мочи мичит я продавать не собираюсь у 4000 ей это хорошо продать бы еще вот это вот хлам тут всякий. Книжки вот эти вот ненужные там. Тут все потомлят. Так. Банк Вивальди не нужен. Давайте как продадимся. Ну, я уже это пропущу. Так, ну че, я тут случайно узнал абсолютно, что вторая книга у нас находится у Вивальди, банкира, бывшего. Поэтому давайте-ка заглянем к нему и сразу же выкупим. Если что, ищите вот там на базаре антиквара. Он вам расскажет. Теперь же... Ну, ёптвою мать! Мы арестовываем его за сговор с террористами. Он? Воин с Коэтаэлей? Его племянник служил в том отряде, что орден взял в плен. Отряд, который убил жителей деревни около Визимы. Они не признались, но мы знаем. Нет, это ошибка. Мой племянник молодой и глупый, но он не убийца. Был глупый. Его уже повесили. И перед смертью он признался, что общался с тобой. Хорошо, что мы загробастали их до того, как они заполучили груз оружия. Харен настоящий патриот погиб, когда заманивал их в ловушку. Набирай свои манатки, Вивальди. Будешь горевать в каземате. Я не хотел вмешиваться в дела Говенкара со Скоэтаэлями. Молодые дураки не оставили мне выбора. Харен испугался мести белок. Он предал всю команду. Я думал, что он обеспечит свою безопасность и получит вознаграждение. Сейчас молодые нелюди кормят собой ворон. Победители в этом конфликте. Ведь наверняка найдется тот, кто отомстит молодежи, борющейся за свободу. Кто-то использует этой смерти в своих целях. Только пожиратели падали и будут сытые. ВОРОНЫ Ну, в принципе, я виноват в этом всем. Если бы я отдал оружие белкам тогда на побережье, было бы все наверняка по-другому. Но теперь, черт бы его подрал, придется найти Вивальди. А, долбанный придурок. Ну, наверное, его пытали. Просто так он бы не сдал. Так, Шани, я тебе тут должен был занести какую-то траву. Шани. Привет, Геральт. Теперь ты в настроении? Привет, Шани. Я иногда так скучаю по Оксенфурту. Мне нравится университетская жизнь, ее атмосфера. Ты всегда можешь вернуться? Нет. Я нужна здесь. К сожалению, мало у кого такой иммунитет к болезням, как у тебя. Ты права. Я просто хотел поговорить. Только быстрее мне нужно работать. Да. Вот ласточкино зелье. Вот твое ласточкино зелье. Прекрасно. Ты заслужил нашу благодарность. Мою и всех остальных. Я предпочел бы услышать лекцию об анатомии чудовищ. Однажды я проводила вскрытие плавуна. И? Ты выздоровеешь. Обещаю. Только. Так. Где ты остановишься? Я снимаю как ей перед домом. Только бы. Ну, это понятно. До встречи. Тут, в принципе, все, да? Мы все умрёшься. Больше тут ничего. Тут ничего, тут ничего. Может, алтарь милители? Да нет, тут я уже все... А, ну да, я же продал весь хакчик. Ну, ладно. Так и быть. Теперь идём к Винсенту. Классное кладбище. Вообще, лафа. Мейс. Я тебя видел. Как всё прошло на складе после того, как я ушёл? Быстро. Хорошо. Не будем к этому возвращаться. Признаюсь, я надеялся на большее, но что ж, на несколько бандитов меньше. Это был последний раз, когда ты так меня использовал. Я тебе не мститель какой-нибудь. У меня не было выбора, поверь мне. Это больше не повторится. Даю тебе слово. Я так понял, ты хочешь продолжить расследование? Ну да. У меня нет выбора. Официально я тебе ничем помочь не могу, но и мешать не буду. И с радостью выслушаю всё, что ты раскопаешь. Я могу доказать, что уничтожил Архиспору на болотах. Это ещё что за мерзость? Какие жуткие создания обитают в этом мире. Держи 400 аренов награды. О, это хорошо. Я хочу поговорить с тобой про Саламандр. Не обещаю, что что-нибудь тебе скажу. Кто-то рассказал Саламандрам о моём контракте на Кокатрикса. И что ты думаешь? Наверное, профессор. После того, как вы его выпустили. У меня нет на тебя времени, ведьмак. Ты выпустил профессора из тюрьмы. За него внесли залог. Таков закон. Я понимаю. Закон для того, чтобы его исполнять. Что ты делаешь по ночам? Встречаешься со своим боссом Азаром Еведом? Нет. Тут всё круче. Ты стал головой ударился, ведьмак. Почему я не могу проводить ночи в купеческом квартале? Понятно. Доказательств у меня нет. Гора родила мышь. Какое сложное расследование. Какие потрясающие результаты. Вот что бывает, когда любители берутся за серьёзную работу. Ну, по крайней мере, у тебя были благородные намерения. Если найдёшь настоящие улики, приходи. Я дам тебе пару полезных советов. Так. Теперь. Калькштейн. Других у меня, в принципе. Так, тут ничего. Да, в принципе, куда мне ещё идти? Калькштейну только. Ну, чё там? Безопасная пристань. О, ещё надо навестить левого Ардена. Точно? Он же мне ещё заплатит за то, что я там пристань очистил. Вот. У антиквара, вот этого товарища. Спросите про книжки. И он вам всё рас... О, блядь, какого хера? Заболтался я. Надо бы в тюрячку зайти и посмотреть, как там... Эм... Как там наш гном. Вивальди. Опусти олепарду, придурок. Единственное, что я вообще ничего не вижу. Йос. А могу я по... Даже не думай. Прекрати пор... А чего это ты за него вступаешься? Мне нужно с ним поговорить. А мне всё равно. Плати 200 аренов залога. Тогда я его выпущу. И делай с ним что хочешь. Ой, пардон. Вот твои деньги. Вот твои деньги. Книжка мне стоила 200 аренов. Охуеть. Ну ладно. Вивальди? У тебя нет книги Врата Тайны? Есть. В том, что осталось от моей библиотеки. Если хочешь, то можешь её получить. Сколько? Не обижай меня. Ты вытащил меня из тюрьмы. Я дарю её тебе в знак признательности. Спасибо. И прекращай уже болтать всякую чушь. До встречи. Так, у меня получена вторая книга. Айнс оф Аур. Это я читал, по-моему. И врата Тайны. Так, новую информацию стоила. Так, новую информацию с Калькштейном. Хорошо. Книжка мне стоила 200 золотых. Это немало. Ну да ладно. Я, по-моему, две сотни золотых в своё время отдал только за полевые растения. То есть, просто так. Так, ну что, пошли теперь в конце концов к Калькштейну, так как и собирались. А потом уже можно будет задавать какие-то побочные задания. Например, отнести вот то вино в полночь или зайти к Шане в ночи, разумеется. Старый склеротик. По поводу башни. Да. У меня есть новая информация про башню. Говори быстрее. Устраивайся поудобнее. До того, как построить эту башню, маг возвёл две другие, но они рухнули. С третьей всё получилось, и она стала его домом и лабораторией. Это я знал и без тебя. И что, это всё? Маг жил в этой башне пока не исчез. Скорее всего, он мёртв. Он пытался оживлять неодушевлённо и создавал глиняных големов, которые ему служили, но не были венцом его творения. Да, это совпадает с легендами о Страже башни. Есть ещё кое-что, хотя я не очень понимаю эту часть. Я узнал, что есть десять краеугольных камней, которые представляют элементы и нити судьбы, от которых произошло всё сущее. Значит, старые свитки не врут. Сифироты! Мне стоило догадаться. Я знал, что тебе это понравится. В одной книге есть туманные указания, где искать камни. Мы должны найти все десять сифиротов. К счастью, один из них у меня есть. Моё сокровище, хохма, камень мудрости. Думаю, ты хочешь, чтобы я нашёл остальные девять камней. Да! Около башни есть кольцо каменных обелисков. Когда у тебя будут все десять сифиротов, положи их на обелиски. Мы так близки! Какой это будет прорыв! Я утру нос этим запшелым профессорам в Аксенфурте. Я их уничтожу! Калькштейн, уймись. Прежде чем начнёшь свою интеллектуальную бойню, я должен найти эти проклятые камни, а я понятия не имею, где их искать. Информация в книгах, мягко говоря, расплывчатая. Извини, замечтался. Ты можешь показать мне эти книги? Я напишу тебе всё, что знаю. Хорошо. Ага. Так, я нашёл пять, осталось пять. Охуеть теперь. должен установить все десять цифиротов, чтобы открыть башню. Пора поговорить с Реймондом о Калькштейне. Да, вперёд. Я нашёл шесть, осталось четыре. Хорошо. Допустим, один у Реймонда. Один у Леуардена. Если я, конечно, не ошибаюсь. То есть, ещё не хватает двух. А вот где их искать, я хера узнаю. На самом деле, ребят, я даже не подозреваю. Ладно. Реймонд. Давай, расскажи мне, что полезное. О-о-о-о-о. Ну чё вы, скалопендры. Мать вашу ёпу. Пардон. А, не, всё нормально. Можно и так, в принципе. Можно и так, в принципе. Можно исчезнуть. Я отвлеку их внимание, так что тебе одному пока придется справляться со следствием. Хорошо. Я тебя найду, Белый волк. Допустим. Да. Вот кинжал ассасино. Ассасино. Останки чего? А, это башка? Окей. Ладно. Давайте заниматься расследованием дальше сами. Чего уж тут поделаешь. Какие зацепки? Я должен попробовать вытянуть какую-то информацию из Левуарда. Моя старая знакомая. Можно считать, что Шани передо мной в долгу, надо будет почаще к ней обращаться. Это хорошо. Обелиски. Все десять сифиротов. Так у меня нету десяти сифиротов. Так, чтобы получить дополнительную информацию о Витценте, загляните в раздел персонажей в дневнике. Винсент. Пардон, пролистал. Винсент Мэйс. Это все? Да, это все, что про него есть. Да, это херово. Так, секреты везимые. Расспросить купца Левуарда. Хорошо. Ворота к дамбе. Офигенно. Ладно, пошли к дамбе. Какие вопросы? А, нет, стоп. Нифига. Сначала продам топор. Продал топор, теперь можно и надам. Так, давайте-ка выбьем какую-то инфу из Деклана. Вот он как раз стоит. Хотя, постой-ка, давайте-ка пообщаемся уже с Декланом Левуарденом в следующей серии. Спасибо за просмотр. С вами был Марс. До новых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Всем пока.